сегодня фнафу исполнилось пять лет именно поэтому я подготовил топ своих любимых частей фнафа если вы со мной не согласны напишите в комментариях свой вариант мне было очень тяжело составлять этот топ потому что все части фнафа мне нравится почти одинаково здесь вам понравится и вы не забудьте подписаться а также чекните и другие мои видео типа летсплея по майнкрафту и прохождение фнаф яра ну а мы начинаем девятое место фнаф 4 нет вы не подумайте что я не люблю эту часть как я и сказал ранее мне нравятся все части просто некоторые чуть меньше я люблю фнаф 4 за его жуть помню как только он вышел мне было дико страшно в него играть поэтому прошел его лишь недавно в прошлом году не всегда пугало и пугает светить в темноту абсолютно не знаю что там вот как в четвертой части было там в коридоры или у плюш трапа не из минусов могу выделить лишь то что место в сюжете этой игры до сих пор непонятно при том комьюнити ждала раскрытие виновника укуса 87 и нам даже тизерил скотт это но в итоге нам показали укус 83 которым никто не слышал до этого момента восьмое место фнаф ворлд фнаф ворлд все мы думали что фнаф четвертый был концом даже на первом тизере было написано final chapter но скотт не был бы скоттом если бы не выпустил еще пять частей спин-оффов на форлд мало кому понравился и я согласен у этой игры тонна минусов хотя бы взгляните на эту траву 2015 неважно лично мне эта часть понравилась во первых она пытается казаться милой но возникает чувство что в ней есть какой-то секрет во вторых персонажи часто ломают четвертую стену а в третьих скотт высмеял сам себя же добавив на в 57 в игру в результате получился запоминающийся но очень странный продукт седьмое место фнаф сестра местоположение как скотт и обещал фнафа опять не было вместо этого он выпустил фнаф sister location эта игра стала может так сказать первым переломным моментом во франшизе хотя на самом деле первый переломный момент сложнее выделить чем второй потому что собственная музыка появилась еще в фнаф ворлде в любом случае в sister location впервые стала использоваться профессиональная озвучка а ночи стали в разы разнообразие разнообразие то есть ты не просто повторял определенные действия каждую ночь просто сложности увеличилась а каждую ночь выполнял абсолютно разные вещи в тот момент я начал терять интерес к фнафу вот то что сейчас происходит с некоторыми ютуберами известными поэтому и собственно игра мне понравилась чуть меньше чем она должна была бы когда игру партирую портируют на плойку я обязательно устрою стрим по ней прохождение выделю все сходства и отличия от оригинальной игры поэтому подписывайтесь чтобы этого не пропустить ок шестое место на в 3 первая последняя часть фнафа первая часть которую я очень сильно ждал и не зря как бы конечно фнаф 3 не был страшным но мне он очень понравился это первая и самая масштабная битва с боссом за всю историю фнаф мы впервые столкнулись с убийцей лицом к лицу в коей части мы могли освобождать души детей из более чем 30-летнего заключения но тем не менее это не совсем тот конец который франшиза заслуживает то есть не было такого точно обозначенного конца там как бы пожар и все это намеки были на то что спрингтрап выжил то есть главный убийца не умер и это как бы не совсем тот конец который действительно нужен был этой франшизе пятое место фнаф 2 скажу честно раньше мне эта часть не сильно нравилась вот скажем прямо она сделана халтурно камеру бесполезны большинство аниматроников на них просто не засвечивается и тем не менее перепройдя ее недавно я понял что люблю эту часть не знаю как вам но мне нравится подача сюжета в этой части в игре ничего нового не происходит как бы а событиях мы узнаем от телефонного парня первые два фнафа имеют такую свою собственную атмосферу который в последующих играх увы но не удалось сохранить 4 место фнаф именно с этой части я и познакомился с франшизой ну собственно да первая часть и первое знакомство это была мобильная взломанная версия без ограничения энергии и мне все равно было страшно в взломанной версии был как бы радар показывающий местонахождение аниматроников и когда они были очень близко к моему офису почему-то радар показывал что они находятся именно в офисе за это мне было дико страшно и из-за этого я постоянно выключал эту игру до геймплей однообразный как пятой ночи вообще эта игра перестает пугать тем не менее это часть занимает большое место у меня в сердце третье место фнаф vr третье место получает первая игра выполненная в 3d пространстве первая vr игра в серии фнаф и третья часть которую я ждал старые режимы сделаны не хуже классических новые режимы еще более ужасающий а чего стоит один лишь спринг бони когда его первый раз увидел не на шутку испугался хотя перевод на русский и баги конечно попортили впечатление об этой игре на fvr тем не менее получился захватывающей поездкой второе место окн ultimate custom night настоящий симулятор пианино в который интересно играть даже сейчас если конечно не прошел 50 на 20 каждому аниматронику можно строить сложность от 1 до 20 каждого своя собственная механика от некоторых нужно закрывать двери от некоторых нагревать здания получилось весело когда игра еще в их только выходила ютубер доуку поспорил со скоттом что сможет пройти самый сложный режим игры что разделила комьюнити на два лагеря команда скотта и команда доуку в результате доку все же смог пройти эту ночь а фан-база неплохо так повеселилась наблюдая за этим шуточным спором в результате комьюнити получила интервью со скоттом которая честно говоря и до сих пор не посмотрел и наконец первое место симулятор пиццерии фредди фазборо наверное самая недооцененная часть фнафа именно с нее я вновь полюбил эту серию игры геймплей довольно таки разнообразен тут тебе то надо свой пиццерий вести то дело звуковые проверки мусорных аниматроников то вообще обороняться от них попутно заказывая пиццу и печатая флайеры и все это чтобы в конце ведь настоящую концовку мы наконец-то услышали голос генри это вообще класс где вы могли еще услышать голос генри кроме как последней части игры конец-то наступил конец черт возьми вот все погибли там все гады все вы негодяи все хорошо все это то чего мы ждали целых четыре года вот такой вот вышел топ первый раз делаю видео со сценарием поэтому наверное получилось не очень да и сам сценарий не очень хороший но мне тогда было очень плохо я немножко приболел так что вот ну что еще могу сказать с пятилетиям фнаф а а а а а а а а а